Владимир Владимирович, я здесь работала в конце 90-х и в начале 2000-х, и вернувшись сюда, я заметила, что большое внимание сейчас уделяется религии и нравственным ценностям. Я такого не помню, и хотела бы узнать, почему вам так важно, это стало так важно для вас, и почему вам так важно критиковать западные ценности. Спасибо. Начнём с последнего. Для меня важна не критика западных ценностей, для меня важно защитить наше население от некоторых квази-ценностей, которые очень сложно воспринимаются нашими гражданами, нашим населением. Вопрос не в том, чтобы критиковать кого-то, а вопрос оградить нас от достаточно агрессивного поведения некоторых социальных групп, которые, на мой взгляд, не просто живут, как им хочется, а навязывают свою точку зрения, достаточно агрессивно навязывают другим людям и в других странах. Вот только этим объясняется моя позиция по некоторым вопросам, на которые вы сейчас намекнули. Что же касается традиционных наших ценностей, то я действительно считаю, что мы должны обратить на это больше внимания в силу простых обстоятельств. Известно, что в Советском Союзе доминировала одна идеология. И как бы мы там к ней не относились, но там были и достаточно понятные, по сути, квазирелигиозные ценности. Вот Кодекс строительного коммунизма, если почитаете, он – это жалкая копия с Библии. Не убей, не укради, не пожелай жены ближнего своего. Вот там это вот в Кодексе строительного коммунизма всё есть, только изложено примитивным языком и сокращено до безобразия. Вот этот Кодекс уже почил в Бозе, его не существует. Новые поколения граждан России, молодые люди вообще не знают, что это такое. А ему на смену могут прийти только те самые традиционные ценности, о которых вы сказали. Без этих ценностей общество деградирует. Ещё раз хочу сказать то, о чём говорил в послании. Это, конечно, консервативный подход, но это, напомню ещё раз Бердяеву, это тот консерватизм, или консерватизм – это то, что не мешает движению вперёд и вверх, а что препятствует движению назад и вниз. Вот это, на мой взгляд, очень верная формула по этой… Вот эту формулу я и предлагаю, по сути. Ничего здесь необычного для нас нет. Россия – страна с очень древней, глубокой культурой, только ориентируясь на будущее, но опираясь на эту традицию, на эту культуру, мы можем чувствовать себя уверенно и уверенно идти вперёд и развиваться. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова